МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости регионов в прямом эфире. Расскажем о темах, которыми уже успел отметиться этот понедельник. В студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. Замена спустя 20 лет. Светофор, на который регулярно жаловались и в администрацию Новодвинска, и в ГИБДД, заменили? Узнаем, в чем ноу-хау. Туризм, цифровизация и даже ЗОЖ-технологии и Арктическая академия детских инициатив появятся в Архангельске. Как можно поддержать проект? У многих зрителей своя личная история, что не позволила остаться в стороне. Концерт за Россию прошел в Архангельске. Но вначале событийная зона, амфитеатр с видом на реку и даже каток в Архангельске планируют масштабное благоустройство площади профсоюзов. Сейчас идет согласование основных решений, архитектурной концепции, подготовка проектно-сметной документации и окончательное определение стоимости всех работ. Совершенно другой будет центр. Это прям будет такая большая прогулочная зона, такой центр притяжения. Именно таким местом к 2025 году станет площадь профсоюзов. Проект масштабной реконструкции предполагает три функциональные зоны – площадку для массовых мероприятий, навес для более камерных событий, а также сухой фонтан. И это лишь малая часть масштабных преображений. Проект сейчас уже разрабатывается, он завершается. В августе мы его направляем на экспертизу и, в принципе, у нас все документы готовы. Проект реконструкции инициирован губернатором Архангельской области, разработан при поддержке областного правительства. Общий объем инвестиций оценивается в сумму 1 миллиард 130 миллионов рублей. Александр Цибульский обратился к министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чукункову с просьбой рассмотреть возможность софинансирования работ со страны государства. Главная площадь в городе, конечно, должна быть, тем более, что храм достоин такого окружения у вас. Бриллиант есть, нужна права теперь ему. Тот самый бриллиант и станет главной доминантой территории перспективного развития. Открытие Михайло-Архангельского собора совсем близко. Уже 19 августа храм осветит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Алексей Карельский, Дарья Евграфова, Денис Линчевский, Регион-29. Мирные акции в поддержку спецоперации на Украине продолжаются по всей стране. В Архангельске вновь прошел концерт «За Россию». Творческие коллективы, общественники, юнормейцы и все неравнодушные горожане собрались в Петровском парке. Потому что мы «За Россию», поддерживаем, поэтому решили посетить. И людей с таким настроем в этот вечер сотни. Неравнодушие привело северян в Петровский парк, где прошла концертная программа «За Россию». Она организована региональным отделением Всероссийского движения «Юнармия». Показать наше согласие с проводимой специальной военной операцией, показать единение народа в тех принятых решениях по борьбе с нацизмом. Мирные акции в поддержку спецопераций на территории Украины продолжаются по всей стране. И у многих участников порой есть личные истории, что не позволяют оставаться в стороне. У меня сам сын в Чечне воевал, так что поддерживаю всех ребят, которые там. И то, что сейчас происходит на Украине, мы прекрасно понимаем, как тяжело нашим ребятам. И подобные мероприятия, которые проводятся во многих регионах нашей страны, это своего рода небольшая поддержка нашим военнослужащим. Как отметили те, кто со сцены держал слово перед зрителями, на протяжении тысячелетней истории российскому народу неоднократно приходилось отстаивать свою независимость и национальную самоидентичность, в том числе на полях сражений. В этой борьбе всегда помогала сплоченность и духовное единство. То есть мы собираемся, мы поддерживаем наших участников военноспециальной операции. Мы говорим о том, что мы готовы оказывать помощь и поддержку жителям ЛНР, ДНР, тем, кто оказался в трудной ситуации. И говорим, что мы объединяемся вокруг нашего лидера, вокруг нашего президента. И когда мы вместе, мы едины. Творческое единение показали артисты вокальной ансамбли и хореографические коллективы, красной нитью через выступления пронеся тему любви к своей стране. Концерты «За Россию» проходят не только в столице Поморья, но и в городах и районах области. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29. Другим темам Арктическая Академия Детских Инициатив появится в Архангельске. Базой для этого станет Дворец детского и юношеского творчества. Проект представили министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову. По словам губернатора Александра Цибульского, Арктическая Академия Детских Инициатив станет вторым этапом обновления учреждения. Это будут инновационные образовательные пространства по разным направлениям. Туризмы, краеведение, цифровизация, творческие, воспитательные и даже ЗОЖ-технологии. Для этого понадобится современное оборудование и капремонт помещений. Точно такие объекты, они будут приоритизированы. Надо стараться максимизировать, чтобы во всех регионах и быстрее появилось такое. Вам же важен результат, а не форма проекта. Конечно, да. Если результат один и тот же, то форма концессии здесь лучше, а механизм может быть субсидия. Ну давайте поработаем. У нас поручение президента есть. У вас дом достойный для реализации ваших планов. Напомним, что здание Дворца детского и юношеского творчества построено еще в 80-х. Поэтапный план развития учреждений рассчитан до 2024 года. Уже капитально отремонтирован бассейн, создан центр уличного баскетбола, обновленный фасад, кровля и прилегающая территория. На это направлено 220 миллионов рублей. Тем временем в Новодвинске заменили проблемный светофор. Тот самый, что часто вызывал нарекания как со стороны водителей, так и пешеходов. Старый светофор в районе пересечения улиц Третьей, Пятилетки и Мира отработал больше 20 лет и в последние годы часто выходил из строя. Это создавало проблемы, ведь трафик на участке один из самых больших в городе. Жители регулярно жаловались и в администрацию Новодвинска, и в ГИБДД. Отделом госавтоинспекции совместно с администрацией города Новодвинска было принято решение о модернизации данного светофорного объекта. За счет установки новых светодиодных секций восприятие сигнала светофора будет улучшено. Светодиоды исключат возможность появления так называемых ложных сигналов, которые появляются из-за солнечных бликов. Помимо обновления самого светофора, появились и новые дорожные знаки на переходе. Общая стоимость работы благодаря победе в областном конкурсе субсидий составила почти 500 тысяч рублей. Большая часть из регионального бюджета, софинансирование местного, чуть менее 100 тысяч. Это все, о чем успеваем рассказать к этому часу. Полная картина дня в 19 ровно. Ждем вас.